Приятно. Блин. Z-Gons. Знаешь, препарат аналогичный. Блин. Знаете что, я вот в сторис выложу пост, и там будет написано, какой препарат. Привет из Донецка. Привет Донецку. Мне кажется, знаешь, на самом деле, нет, мне Крестовский очень нравится. Привет из Донецка. Привет из Донецка. Так. Блин, я не могу от тебя уйти. Так, давай, все, уходи. Кстати, я тоже сейчас должна пойти, потому что сейчас у нас собираются друзья и родственники моего отца. И сейчас мы будем упоминать моим папочкам. Все выложу в сторис. Z-Gons. Z-Gons. Как правильно это? Я не знаю. Какой битя поселенный его съест? Нет, на самом деле битя я не съем. Не то, что не съем. Просто у нас будут нормальные, гармоничные отношения. Думаешь, хайп, что Яббаров устроил? Не знаю, хайп это не хайп, но тем не менее, если это хайп, но это нездоровый хайп. Непорядочно ты подходишь к нему. Спасибо. И на самом деле, как бы я, например, с Крестовским как-то более-менее... Сошлась бы к охну. Не знаю, ребят, что-то случилось, правда. Но я в любом случае на стороне Алены. Алена мне как-то ближе, что ли, чем Илья. Витя не надо на себе тянуть. Это неправда. Он достаточно инициативный парень, кстати. Вы так зря говорите про Висю Крестовского. Его не нужно на себе тянуть. Просто ему нужно правильно подсказывать и говорить, что нужно делать. Его не нужно тянуть. С мужчинами только так. Понимаете? В любом случае, конечно, все женщины достаточно сильные. Эмоционально. И рожаем, да. И каждый месяц у нас там кровь идет и так далее. Мужчины, они, конечно, не такие сильные эмоционально, как женщины. Поэтому, чтобы хоть как-то продолжался у нас род. Я считаю, что женщины многие подыгрывают мужчинам, чтобы совсем не обижались. Она нормально себя ведет, Алена. Она ведет себя нормально. Что, чем Илья лучше ведет себя? Илья чем лучше ведет себя, чем Алена? Алена живет своей жизнью. Алена родила, выносила ребенка. Это раз. Попробуй, неси ребенка. Девять месяцев. Нормально, чтобы родился нормально. Одела обула, позаботилась. Илюхе помогала. Илья очень деньги любит. Ну, знаете что? Я просто не могу... Мне не нравится лицемерие Ильи. Очень часто Илья лицемерит. Очень. 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 Слушайте, когда Илья чуть не получается, он начинает беситься. Вот не получилось у него продать рекламу Аленку. Вот он и бесится. В любом случае, я поддерживаю в этой ситуации Алену. Потому что у Алены очень много хороших человеческих качеств. Например. То есть я как-то... У Ильи таких качеств, к сожалению, нет. Вот. Так что так. Илья красава. Не знаю. То, что... Если он... Как он ударил Алену, ее мать, это я не считаю, что он красава. Ну, знаете, на самом деле каждому свое. То есть кто-то считает Илью красавчиком, кто-то не считает Илью красавчиком. Ну, я в этой ситуации, в любом случае, за Алену. Спасибо, что есть. Ладно, ребятки, я вас очень обнимаю. Понимаю. Целую. Слушай, Ленчик, какая разница, завысилась у нее там корона, самооценка и так далее. Это хорошо, когда у человека самооценка хорошая, что человек себя любит, что человек знает, к чему он хочет прийти, когда он знает, чего он хочет. Нежели когда человек не знает, чего он хочет. Когда человек не знает, что он хочет. Это вообще стриманина. Это в дальнейшем вылезет в вашей депрессии. Это в дальнейшем вылезет к тому, что вы будете заниматься самобичеванием. Это в дальнейшем вылезет в то, что вы начнете в себе закапываться, понимаете. Это в дальнейшем вылезет в панические атаки. Вот, поэтому если сейчас вы не понимаете, не знаете, чем хотите заняться и как идти по жизни, и что вообще от этой жизни хотите, я вам рекомендую заниматься уже именно сейчас. Она не ведёт себя по-свински к своей матери и сестре. Нет, она не ведёт себя ни по-свински, ни к своей матери, ни к сестре, всё она правильно делает, она живёт свою жизнь. У неё очень много человеческих качеств, очень много, очень. Алёна всегда, во-первых, она и руку помощи подаст, и всегда поделится. Просто я знаю Алёну лично, понимаете, я с ней общаюсь лично, я знаю, какой это человек. А Илья, ну, как бы, он не такой. Илья больше, он думает о деньгах, но у него, смотрите, какое противоречие. Он сам заморочен на зарабатывание денег, но при этом других людей обзывают проститутками и продажными. Вот посмотрите, посмотрите просто, да, банальный СССР. Нет у человека какой-то одной, там, какой-то позиции. А теперь возомнила себя звездой ТНТ. Она не возомнила себя звездой ТНТ. Ребята, вот вы сами, вы сами понимаете, ну, как бы, вешаете на людей, геройки, звёзды ТНТ, не звёзды ТНТ. Она надела на себя корону, не надела на себя корону. У Алены нет короны. Нет у неё короны. Если вы с ней лично пообщаетесь, если вы лично её узнаете, вы помните, что у неё нет короны. Пожалуйста, ребят, это ваше мнение. Это ваше сугубо личное мнение, но я в этой ситуации на стороне Алены. Вот, не знаю, вот мне она импонирует больше, чем Илья. Слушайте, она нормально себя абсолютно показывает. Ника, ты тоже не монашка, и ты тоже, там, я не знаю, не святоша. Я не знаю, есть у тебя дети, нет у тебя детей, да. То есть, не знаю, была ты замужем, не была ты замужем. Но я считаю, что вот прежде чем судить Алену, нужно просто пройти её сапогами по этой земле. Также я относится это к Илье. Но в данной ситуации, вот если бы я, если и сама такая ситуация произошла, я бы, наверное, поступила как Алена. Ну, просто, извините меня, мой бывший мужик, ну, смотрите, хорошо, вот представь, что я вот Алена Рапунцель, да, вот я представлю, да, такую ситуацию. Мой бывший мужик, который уже живёт давным-давно с новой женщиной, с новой девушкой, принимает заказы от рекламного агентства. Ну, а баба Катя, да, как называют на проекте. Вот. Он говорит, да, всё хорошо. Вот. Он пишет, алё, ну, он пишет мне, например, да, я говорю, слушай, Илья, у меня сейчас гиф, у меня есть куча своих дел, у меня есть куча своих проблем, у меня есть куча там, там, я не знаю, я там работаю на канале, да, там, 360. Я туда-то, 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 вот. Естественно, как бы, да, я начинаю беситься, как бы, он же поговорил с этим рекламным агентством, да, но обещал им кучу всего, а в итоге это выполнить не может, потому что изначально с Аленой не проговорил эти моменты. Вот и всё. То есть сначала, прежде чем брать какой-то заказ, брать деньги с каких-то агентств и так и тому подобное, или там с человека, да, но даже в человечестве, даже вот смотрите, как бы вам просто простым языком, да, объяснить. У вас, вот, у вас есть друг, вот у вас есть друг, да, и тебе подходит друг и говорит, ну, подходит, конечно, ну, к твоему другу, например, приходит какая-то там, не знаю, заявка, да, какая-то там, например, предложение о работе. И он говорит, да, 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 вот мой друг вам придёт, в итоге ничего не получается. Ну, как бы, нужно, значит, прежде чем что-то сделать, что-то взять, нужно, ну, нужно договориться, нужно уметь договариваться. Не знаю, я понимаю, что сейчас это тупо, тупо я вам объяснила, как-то не связано, непонятно, я над этим работаю, но я надеюсь, что вы мою мысль уловили. Как-то так. Нужно как-то, знаете, всё-таки сначала выстраивать логическую цепочку, а потом уже делать. Ну, всё, Илья взбесился, конечно, что он не заработал на Алёне и не получил свои деньги. Мне не вывез эту ситуацию. Я вам говорю, то, что прежде чем вязать какую-то ситуацию, делать что-то, проработаете её и решите в своём мозгу, а вывезете потом это или не вывезете. Ну, смотрите, Алёна же первая Илью не трогала, правильно? Ну, конечно, не задевайте. Знаете, как бы есть поговорка, не ковыряйся в муравейники, муравьи не будут кусаться. Слушайте, не только она. А что я теперь, ну, хорошо, у неё есть ребёнок, да. Она мужиков, но, может быть, это не она меняет мужиков каждый месяц, может быть, потому что, может быть, мужчины её кидают, потому что узнают, что у неё есть ребёнок. Женщинам-одиночкам на самом деле не так-то просто найти мужчину. Разные мужчины бывают. Вы же не знаете причин, почему такая ситуация происходит. Она пробует, она живёт. Я надеюсь, что однажды она найдёт того самого мужчину. Вся жизнь заключается на... Вся жизнь, она пробуется методом проб и ошибок. Как сказать? Вся жизнь состоит из проб и ошибок. Чтобы у тебя что-то получилось, там, я не знаю, тебе нужно это хотя бы попробовать. Это бесполезно не усковить. Ну, не то чтобы усковить, возможно, с этим просто ещё не сталкивались. К сожалению. Не всё так в этой жизни идеально. Вот, как-то так. Значит, нужно проверить человека, а потом вести к дитю. А не всех подряд. Это аморально просто. Но всех подряд. Кого? Всех подряд она привела к своему дитю? Кого? Ну, хорошо. Вот, например, у неё нет возможности оставить своего ребёнка. Например, мамы нету. А тут её мужчину на свидание повёл. И что, ей одного Бангдана оставить дома? Неправда, Лёльчик. Ты, на самом деле, не... Неправильно мыслишь. Она говорила, она говорила это не всерьёз. Она говорила с самой иронией. Просто, чтобы уже от неё отстали. Всё, ладно, ребятки. Я вас обнимаю. Я действительно пошла, потому что я папе 40 дней. И мне нужно побыть с... Субтитры сделал DimaTorzok